так доброе утро всем доброе воду утро я как обычно стараюсь прикрепить сейчас тему так извините сейчас я просто тему прикреплю отлично всем доброе утро всем хорошего дня всем хорошего настроения опять за завтраком вы со мной очень рада всех видеть вы можете наблюдать уже в нижнем углу тему тема сегодня может быть кто-то есть и моложе конечно но рано или поздно накоснется всех ли уже кого-то коснулся либо кто-то находится в этом переломном моменте в этом периоде на всем доброе утро привет привет ты классно очень позитивно и спасибо спасибо доброе утро доброе утро доброе 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 что у меня сегодня на завтрак я прям сама получила колоссальное удовольствие готовил его это было быстро но это будет очень полезно и очень красиво посмотрите какая красота у меня получилось вы помните что вчера я приготовила пудинг из семян чия поэтому я нижний слой мелко нарезала киви потом я положила пудинг из чия затем я порезала бананы а сверху я посыпала тыквенными семечками во первых это красиво это очень эстетично во вторых это питательно но вы знаете что конечно этот пудинг он полезный семечки тыквенные самые полезные потому что они чистят нас от токсинов они омолаживают организм и омолаживают наши органы а банан я давно не ела но мне очень захотелось потому что именно с утра банан можно он идет правильные жиры и как раз таки а здесь в этой композиции он дополняет калории опять же заряд и все это в совокупности питательно но о пользе уже говорить не приходится то что вы знаете что я просто за полезность но и конечно визуально с утра есть такой пудинг это конечно приятно втройне и вдвойне и также у меня черный кофе сейчас я варила кофе и подумала о том а кто расскажите мне как варит кофе я например в турке у меня нет кофе-машины но я тут услышала ну как это было несколько лет назад от приятельницы который любительница кофе она эстет в этом плане и гурман и она мне сказала что турку мыть с губкой как мы привыкли посуду не надо ее надо только ополоснуть и чем дольше ты будешь варить мне кофе эти стенки будут пропитываться кофе кофе и тогда каждая сварка будет каждая варка будет более такой насыщенный кофе будет приобретать только лучший вкус поэтому турку мыть нельзя а кто знает об этом методе пожалуйста поделитесь очень интересно как хорошо что 30 мне еще долго надо попробовать обязательно попробуйте конечно ранняя пташка а кофе вреден для зубов да кофе и полезен и вреден одновременно какой кризис 30 лет вообще самые лучшие годы в голове кризис я с вами согласна мы сейчас поговорим о том как психологи рассматривают и есть такой кризис на самом деле если вас он миновал то вы счастливая женщина лучше всего в турке с солью доброе утро тыквенные семечки сырые или жареные конечно сырые вообще орехи семечки все это конечно полезно именно сыром виде жареные они теряют когда подвергается любой продукт термической обработки то он теряет свои свойства и про чай также горит сашенька умничка так поменялось слежу за вами после дома 2 рад за тебя совсем переехала из москвы и все вам самого доброго и чистого благодарю точно я тоже год турку не мою с губкой плюс пишут здравствуйте энергия тебе кризис не грозит на доброе утро милое доброе утро все верно турку не моет я не знала спасибо за совет вот пожалуйста хорошая тема заявлены доброе утро она просто потрясающе потому что тема она я уже говорила коснется всех и ее не именовать но есть исключение нам сегодня только что дама написала одна что как а какой кризис у меня все хорошо поэтому кому-то повезло а у меня день рождения но пока 24 с днем рождения счастья и здоровья доброе утро мне 37 не помню что было 30 что было в 30 кофе натуральный полезен для печени вот видите уже и пошла некая полезность я хоть кусочек сейчас от своего пирога прям при вас в ротик положу потому что голодная на самом деле видите ребят надо так так сейчас можно я еще одну ложечку простите сейчас начнем говорить прям простите но банан пиви пудинг семечки это оргазм гастрономический самый лучший кофе в турке и на раскаленном песке а то что не нужно мыть турку это факт как можно быть такой красивый ой сама удивляюсь сама удивляюсь да сашенька это правда о турке еще в керамическом керамической вообще неповторимый кофе получается я пила кофе очень много лет привет хорошо выглядишь красотка привет привет наташенька доброе утро вижу тебя доброе утро доброе утро саша мне 25 есть муж и ребенок любимое люблю но сидя дома в декрете ощущаю себя на 30 лет какая-то апатия появилась нежелание что-то делать для себя руки опустились ну вот нам уже пошли писать о своих проблемах так давайте я уже приступлю к теме это был маленький ввод пока все соберутся пока все раскащаются для информации всегда нужно подготовить почву куда сеять сейчас я буду некие семена своих знаний чтобы они хорошо очень усвоились выключаю сейчас комментарии чтобы никто не обижал не обижался ой это не то ой вот так выключаю комментарии давайте приступим к теме тема заявлена кризис 30 лет он бывает этот кризис как у женщин так и у мужчин но здесь плюс минус 2 бывает такое что он колеблется от 27 до 35 этот кризис может наступать все же у нас не точная так скажем а психология вообще не точная наука мы знаем если физика математика это точно то психология нет поэтому давайте поговорим как же он проявляется и откуда он берется у нас давайте я начну немножечко издалека у нас есть молодость что такое молодость это когда мы закончим заканчиваем институт и мы так ждали ждали когда же мы закончим этот институт вылетаем свободное плавание начинаем хвататься опыта как каким образом до 25 лет вообще психологи говорят такие как рубинштейна бехтерева кто у нас там еще выгодский они говорят о том что если до 25 лет ты не вышла замуж у тебя нет семьи то уже в принципе тебе будет сделать это сложно потому что именно 25 лет в эти молодые годы после института важно нахвататься опыта и важно вступить в брак именно 25 лет поэтому когда мы заканчиваем институт мы улетаем свободное плавание мы начинаем искать работу набираться опыта на работе ну и конечно же встречать любовь выходить замуж либо жениться и заводить детей после того как это случилось вы понимаете кризис уже не миновать почему он происходит мы набрались опыта в профессии мы вроде бы выбрали свое направление а хватаемся за что за первое попавшееся особенно когда молодежь после института сложно устроиться потому что приходишь на работу тебе говорят а опыт у тебя есть вы говорите какой опыт я только закончил я юрист я экономист не нам такое не надо и вы начинаете мыкаться пытаться нахватать этот опыт вот это как раз таки есть это молодость все еще хорошо все бурлит все интересно и ты выбираешь какое-то направление в силу своих целей в силу целей может быть какого-то другого человека потом ты встречаешь любовь если везет выходишь замуж женишься и детки но уже к 30-летнему возрасту к возрасту к этому рубежу ты устаешь почему устаешь потому что оказалось что дети это сложно дети это ответственность дети это бессонные ночи дети это изменит твоей фигуре даже а у мужчин наоборот у мужчин дети это изменение в его жизни дети это я меньше вижу жену а у кого-то проблема дети что жена перекладывает свою любовь на детей и он становится мужчина за бортом и то есть вот здесь уже сталкиваешься с настоящими проблемами да тут уже эйфория проходит и тебе нужно вступать во взрослую жизнь как раз подступает этот 30-летний рубеж и почему же происходит этот кризис сейчас мы подобрались к самому главному к самой сути кризис 30 лет происходит потому что кажется что жизнь закончена ты пересматриваешь все свои цели все свои планы и всю свою жизнь до 30 лет всю свою жизнь до 30 лет ты начинаешь пересматривать потому что ты устал тебе плохо ты думаешь что 30 жизнь кончена 30 у меня ничего не получилось а чего я достиг а вообще нравится ли мне эта работа а кто-то приходит к выводу что проработав там какое-то время на одной должности он понимает блин я выбрал вообще не ту профессию мне не нравится этим заниматься кто не завел детей наоборот говорит детей больше никогда не будет все я уже старая кстати первый признак у кого сегодня кризис или у кого он наступит запомните первый признак это когда вы себе говорите жизнь кончена мне 30 жизни больше нет первый признак кризиса когда вы себе говорите мне 30 жизни больше нет и а вот тут наступает еще почему он может наступать почему а может быть у кого-то хорошо все в семье и на работе нормально думать у меня вроде не из-за этого но хотя что-то близкое первые изменения в физически на физическом уровне первые изменения на физическом уровне что я имею ввиду у кого-то появляются мимические морщины опускается лицо мы видим вот особенно девочки мы же себя замечаем у кого-то уже не такая грудь особенно после беременности многие уже с дамы стесняются девушки стесняются это первые змеи целлюлит появляется у девочек 30 годам форма талии теряется то есть уже вроде раньше я могла не поесть день скидывала два килограмма а потом поела и набрала там три килограмма я включаю комментарии будьте любезны напишите мне что по этому поводу думайте у кого какие мысли на этот счет у кого было также кто сейчас что испытывает буду зачитывать чтобы была обратная связь 30 40 есть разница колоссальная конечно есть да есть разница разница в том то что в 40 лет там даже не 40 вы знаете там получается от 45 до 50 потому что это уже вроде всего достиг там немножечко другие уже показатели и характеристики то есть ты уже молодость прошел вот это вот переосмысление первое прошел потому что вот такой глобальный кризис а получается 45 50 лет глобальный когда у нас выход на пенсию уже там близок на уже дети вылетают из семьи то есть это более глобальный кризис а это промежуточные 40 лет нет такого что десятилетки это промежуточный только 37 пришло такое сашенька привет приятного аппетита благодарю бабушка говорит до 30 это начало жизни абсолютно верно до 30 это начало жизни прекрасный возраст 30 в голове порядок прекрасно после 30 сменила машину мужа профессии безумно счастлива да кстати вот смотрите хорошее нам сообщение написала буринчик именно в 30 30 летнем возрасте от 27 до 32 этот рубеж он охарактеризован разводами смены профессии потому что человек переосмысливает свою жизнь и если у кого-то была семья то он может спокойно уйти в этот период поэтому все обостряется в этот кризис и часто люди разводятся меняют семьи меня и джон это очень опасный такой момент поэтому кого-то может быть сейчас в семье какая-то проблема а вы вот этот рубеж вы узнали поэтому очень аккуратно слушайте друг друга знаете что это просто есть и переживать надо вместе мне 30 к чему готовится как пережить все именно так двое детей я телега жизнь кончилась потом мы об этом поговорим у меня было у меня было у меня белый так вот у меня было проходит потихоньку тяжело было было усталость от работы именно моральная мне 38 нет кризиса а я не ощущаю что мне 30 да и никто не дает больше 20 это очень хорошо после 30 финансов финансовая устойчивость чё врете женщина нам улик написал рашидов ну почитайте психологию по сделайте соцопрос и вы сможете найти подтверждение моим словам и сейчас я как раз зачитываю чтобы вы услышали что такое бывает строим дом родила двоих кормила по полтора года а талия осталась грудь обвисла чуть-чуть но муж любит такой какая есть ты что 30 это круто вообще такого не было и нет жизнь только начинается вот когда 40 будет то пипец а 30 норм александра здравствуйте мне 30 лет в этом году детей нет прожили с мужем восемь лет в итоге разошлись да очень тяжело научиться жить заново нет энергии вот вам пожалуйста пример когда люди в 30 лет меняют свою жизнь 30 лет получают первые удары сильные первые удары потому что когда мы молодые потому что когда мы молодые нам проще справиться почему говорят а молодая переживешь а молодая а после 30 ты уже не молодой у тебя какой-никакой но есть минимальный опыт это тоже опыт и ты становишься уже взрослым гражданином тебе уже не скажешь ты малолетка 30 лет это зрелость и здесь тебе сложнее все переживать вот нам пишет анна шикинина до после 30 вес вообще еле уходит раньше по 2 килограмма сбрасывала мне 27 на душе мне 18-20 я вообще не парюсь чудно 30 проявляется первые мозги а не морщинки чудно наташ правильно думаю что важно как ты в жизни вообще как ты жизни вообще относишься а не кризис по возрасту это надуманность во всем нужно искать плюсы знаете если бы это было так просто и все бы так думали как вы были бы более счастливые люди но к сожалению это присутствует кризис присутствует и кризис возрастов он есть кому-то везет есть везунчики а кто много думает кто много переживает кто думающий человек как кто пролетает мимо кризиса по я вам расскажу которые люди которые живут легко особенно не не париться вот такие это счастливчики которые умеют не париться и поэтому кризиса нипочем и семьи меняются и работа и он ничего не боится но это счастье это исключение но в основном люди занимаются самоедством переживают на общество грызет и сложно отбиться от общественного мнения потому что именно если нет детей 30 летнему возрасту 32-летнему что с нами делает социум он начинается из каждого с каждой страны нас начинают давить где дети ты почему не рожаешь ты что детей не заводишь уже детей пара ты старый уже дети то есть и кто кто не парится тому все равно на всех но мой чат разрывается на моих курсах девочки ко мне приходят сломленные у меня две девочки на курсе на курсе на моем перепиши жизнь который которых задавила одну девочку мама задавила что детей нет ей 30 лет а вторую девочку и 29 лет задавил социум и они пришли раздавлены что жизнь кончена у меня нет детей но не встретила на того человека у одной девчонки который 29 у нее нет а в 30 она живет с мужчиной не может забеременеть раздавленные пришли ко мне и вот это и есть этот кризис иногда вы понимаете что любой кризис в голове когда мы сейчас работаем девчонками мы прорабатываем эти техники которые я там еще и подсказываю помимо даю сверх информации то есть они уже выходят от этого проще стали относиться к этим нападкам проще стали мы выстроили защиту потому что у меня как раз есть уроки на эту тему выстроила защиту она уже не обращает внимание выстроила грамотные отношения с мамой то есть мы расставили приоритеты где мама где ты где социум то есть вот сейчас мы все по полочкам раскладываем им еще полкурса учиться но уже конечно лучше и я горда за этот результат горда за результат то что девчонки стали жить и дышать спокойно и социум не жрет ты к чему я говорю что все кризисы все проблемы идут из нашей красивой прекрасной умной чудесной головы кто-то может это перебороть но еще же есть внешние факторы а многие завязаны и подвержены внешним факторам поэтому избежать кризиса кому-то большинству людей очень и очень сложно а тебе 40 лет раз так выгляжу благодарю значит все мои переосмыслить жизнь можно в любой момент в 30 лет ты уже молотый с мозгами это кайф доброе утро сашенька как у тебя дела чудесно благодарю все правильно говоришь саша привет мне 28 и точно как было как ты говоришь я стала больше читать про психологию очень советую книги материнская любовь там пишет как пережить кризис хорошая рекомендация видите подписчица нам пишет анастасия пишет материнская любовь почитайте у кого сегодня такая проблема после 30 полезли все болячки но это еще рано для болячек 30 лет потому что биологические изменения у нас происходит после 40 после 45 46 у женщин потому что это климакс а в 30 лет биологические изменения это уже это не норма скажем так везде бывают исключения но после 30 болячки это не норма значит вы как-то очень бурно жили до 30 лет наоборот подъем хочется мир перевернуть начала меняться стала разборчивой в людях перестала общаться с теми кто неприятен похудела после родов на 22 килограмма еще хочу детей в общем вся жизнь в пере хорошее сообщение благодарю вас за него мне нравится что вы делитесь своей радостью чтобы подбодрить тех у кого может быть сегодня такая проблема потому что очень правильно когда ты себя начинаешь менять когда ты начинаешь образовываться когда ты начинаешь худеть когда ты начинаешь заниматься тем что тебе нравится вы вовремя поняли себя смотрите почему еще наступает кризис анжела пишет нам мне 30 после декрета хочу найти себя найти чем заниматься после декрета это вот тоже когда ты остаешься за бортом как начинается кризис сейчас я думаю что анжела тоже меня послушает почему это произошло мы живем 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 ходим на работу у нас муж дети берем стандартную счастливую семью ну у индивида наступает такой момент вроде он приходит на работу как то раз какая то мысль или что то как то все надоело но опять начинает смотреть работа забывает эту мысль пытается ее скинуть с себя приходит домой муж гаркнул например либо если это мужчина жена там начала опять расспрашивать расспрашивать скандалы устраивать он подумал блин мне так все надоело ну как то раз 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 мысли опять улетели то есть звоночки то всегда идут раньше чем наступает кризис кризис это когда у вас было уже определенное количество вот таких мыслей которые вы попытались растворить в пространстве и не обратить на них внимание и тогда наступает кризис кризис не приходит просто так бум и он пришел были предпосылки были мысли были уже какие то ситуации в которых вы понимали что все надо что то менять но вы задавливали задавливали это внутрь себя думая что это не вернется а когда уже определенный пласт заложен этих мыслей плохих рано или поздно он идет к нам в голову ударяет и наступает этот кризис то жизнь кончена я страшная старая никому не нужная либо я не достиг ничего работаю если это мужчина у них какие мысли у нас про детей да если у нас нет детей и про морщины про то что я уже не такая первозданная как была а у мужчин что я не до 30 года у меня нет ни квартиры не хорошей машины а вон мои все одноклассники уже на рейндж роверах разъезжают по италии своих женщин возят и четырехкомнатные квартиры имеет а я снимаю однушку в биберево или бирюлёво езжу на старом каком-нибудь додже там многолетнем и имею работу где получаю еле-еле там 25 тысяч рублей у меня выходит и постоянно машина ломается и девушку не могу из-за этого завести а мне 30 уже вот тогда и у мужчин начинается тоже этот комплекс не комплекс а ощущение неполноценности то есть ощущение что я ни к чему в этой жизни я не достиг высот определенных которые по социуму опять же по социуму необходимо в 30 достичь потому что многие нам сейчас пишут что 30-летний возраст он зрелый возраст 30-летний возраст это тот возраст когда ты уже с сознаниями с профессией должен быть как социум нам диктует семьей обязательно нет семьи ты что не замужем это что то с тобой что то не так мужчина не имеет детей девушка тебе 32 года у тебя нет у тебя нет детей и ты как то уже так подумаешь ну понятно что то странненько очень то есть вот именно оттуда это и идет книги по психологии ищите у меня пост как раз он один из недавних я там близко у меня лицо там написаны книги я поняла что в 30 лет надо мужа менять да и такое приходит и у мужчин может прийти что нужно жену поменять но все можно преодолеть если есть любовь если есть силы если есть желание любой кризис можно преодолеть мне 45 а я еще не чувствую старости и кризиса чудесно сашуля привет привет саш посоветуйте пожалуйста по психологии авторы в отношениях именно вы знаете в отношениях я ну то что я читаю это азы посмотрите рубинштейна рубинштейн посмотрите выгодского выгодский ну и вообще отношения это зигмунд фрейд наш старый дедушка фрейд дейл карнеги почитайте там тоже он поведенческие вещи рассказывает и раскрывает что еще что еще можно почитать про отношения и если вы хотите еще послушать я всегда говорю лобковский вот он очень хорошо описывает отношения между мужчинами это можно найти в ютубе его записи его программы помимо книг чтобы подкрепить еще то что теория без практики очень тяжела то есть нужно либо иметь опыт который будет теория вам открывать новые знания подкрепленный опытом а либо все-таки еще слушать больше мнений поэтому еще лобковского можете послушать на ютубе очень много его передач и он очень простым языком просто объясняет казалось бы элементарные вещи но можно подчеркнуть для себя что-то новое да если ты чего-то не достиг 30 годам чего хотел тогда кризис у мужчины тоже в 30 лет да у нас у всех одинаковые эти периоды что мужчина что женщина это же не от пола зависит кризис а от факторов почему он наступает саш а ты сама паришься и счастливчик у меня был кризис конечно ну конечно он был я его прошла вообще полной мере леночка пишет как у меня за заводит заводить детей все говорят ты права мне тоже так говорят но я сама решу когда рожать да именно так особенно нравится диагноз врачей 30 годам бесплодие ну разные бывают диагнозы но я верю в чудо что многим девушку ставили бесплодие они потом рожали и двоих даже рожали детей во сколько лет у мужчин кризис наступает у мужчин то же самое начиная с 27 но мужчины поскольку они младше женщины по не хронологическому возрасту а по биологическому возрасту по физическому мужчины же они позже даже если женщина прекращает расти двадцати трём годам то мужчина прекращает рост я имею ввиду двадцати пяти двадцати шести мужчина запоздалый нежели чем женщины и по биологическим часам мужчина младше женщины на три года если же если вам вы по годке вам по двадцать то есть женщине двадцать на самом деле мужчине 17 и мужчина гораздо позже развивается доразвивается досозревает скажем так чем девушка и у вас наверное ну у вас наступает 30 лет 32 до 35 то же самое он везде одинаковый это я еще раз повторюсь не не цепляйтесь за возраст у кого-то в 25 бывает говорят приходит в жизнь зрелая душа вот растет ребенок а он уже прям маленький мужичок знаете никогда не забуду я думаю сейчас вы вспомните этот ролик в инстаграм он ходит видимо старая запись крупное лицо мальчика красивого мальчика видимо он в детдоме за кадром его спрашивают прям крупное лицо говорит а ты счастлив там я счастлив а у тебя есть родители и он мама умерла и и вот он прям так у него слезы застыли в глазах но он как истинный мужчина смог их скрыть а как ты что-то живешь без нее как ты живешь без родителей то есть это такой сильный ролик там буквально полминуты 30 секунд но вот эти детские глаза парню лет пять мне даже сейчас слезы наворачиваются потому что но сильнейший ролик он держал эти слезы когда говорил о матери которая умерла или оставила его там она помню умерла но в общем и к чему я говорю что здесь не в возрасте дело а дело в том как из чего складывается ваша жизнь как вы правильно ли выстраивали до 30 лет вашу жизнь карьеру ту ли вы выбрали девушку почему еще у мужчин бывает кризис кстати 30 лет кто сейчас скажет у меня отличная работа классная тачка и квартира но мужиков еще бывает следующий момент первая влюбленность мы они выскакивают замуж быстрее хотя там какая влюбленность там химия была она беременеет двое-трое детей и к 30 годам ты понимаешь что эта женщина чужая для меня ты понимаешь что я взял ее в жены а она не соответствует а не то что плохая но это была не любовь это была молодость это была химия это была искра и сейчас я хочу чего-то другого нового и вот тут тоже может быть неужели жизнь кончена потому что многие мужчины боятся уйти не могут уйти в силу детей хочется жить ради детей а ты не любишь а тебе 30 и в этот момент мужику кажется что жизнь кончена все мне нужно жить с этой женщиной чужой всю свою жизнь уйти я не могу потому что дети течек свекровь тут уже так все завязано мы в 20 лет поженились и тоже от этого может наступить кризис надо любить себя и делать то что нравится саша молодец правильно выбрала профессию и направление людям помогаете благодарю да я знаю спасибо что выходите утром положительный заряд на весь день обеспечен пожалуйста я 8 лет работал на небольшой работе пока не ушла зачем рот полоскать солью поделитесь пожалуйста у девушки было больное горло вы наверное про тот эфир говорите но это сейчас мы в другом уже эфире да были не заметила стоит ли женщине после декрета выходить на работу или посвятить себя ребенку но ребенок вырастет и что со мной вот смотрите вы задаете мне вопрос грекова екатерина если вы прочтете этот вопрос заново вы увидите в нем ответ стоит ли ведь ребенок и вы пишете вот когда вы пишете вопрос если вы хотите получить ответ написали и потом прочтите как будто это не вы вы в каждом вопросе отвечаете на свой вопрос сами потому что вы знаете ответ но вам нужно подтверждение от кого-то это называется я ребенок еще и мне нужно от взрослого чтобы мне сказали ну конечно надо сделать так или иначе смотрите как интересно грекова нам пишет стоит ли женщине после декрета выходить на работу или посвятить себя ребенку но ребенок вырастет и что потом со мной будет как быть то есть вы уже знаете что ребенок вырастет и с вами будет что-то такое и как вам быть вы не будете знать в тот момент в будущем тогда как вы думаете какой ответ ну конечно стоит выходить на работу потому что чтобы избежать тех последствий которые вы себе уже напланировали то есть вы уже послали во вселенную что если я не пойду работать ребенок от меня уйдет вы уже установку себе дали эта установка обязательно случится с вами а могло бы быть все иначе я не пойду работать а ребенок будет обеспечивать меня до конца жизни к примеру я буду счастливая мама не работающая но вы выбрали другой вариант значит вы уже хотите пойти работать что касается моих рекомендаций по поводу декрета все мои девочки которые вышли замуж у них дети в основном все пошли работать потому что очень сложно в 30 лет посадить себя дома и это только тот кто не труден тот кто любит трудиться тот кто любит заниматься есть домохозяйки которые от бога и для них единственная работа это дом это уборка это забота о детях о муже им не нужна им не нужен социум но есть другие люди я так понимаю что греково относится именно к той категории где нужно общение нужно развитие свое и чтобы не наступала стагнация у человека чтобы было проще себя реализовывать то есть кому нужна сегодня реализация конечно после декрета если есть такая возможность идти работать и тогда вы будете себя чувствовать более полноценно более полный потому что как правило когда семейная пара формируется она работала он работал им было интересно они успевали поскучать друг по другу вечером они встречались обсуждали свои дела появляется ребенок женщина начинает сидеть дома и она принимает решение не идти на работу но заведомый уже уклад жизни был то есть он уже был сформирован и тогда что она сидит грустит потому что ей скучно звонит мужу ну ты где скоро ты будешь и он уже приходит слушай дорогая ты лучше иди на работу потому что ну так же невозможно ты понимаешь что я занят у меня это а ты грустишь и переживаешь поэтому чтобы вам не грустить если вы работали всегда есть возможность ребенка оставлять идите работать иначе вы себя заживо в кавычках похороните и потом будете перекладывать свои проблемы на мужа который так же будет задушен ими потому что сделать ничего не сможет так что нам ой 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 сколько написали у меня сегодня собеседование после декрета тему спасибо саша удачи вам на собеседование пожалуйста английский можно поменять на русский язык в настройках а как как прикатить к девушке прикатать девушку после 30 лет пишет а что значит прикатать а вы имеете познакомиться ну любой мужчина может познакомиться с девушкой и это либо в вас это есть желание познакомиться либо нет как познакомиться просто подходите и знаешь что такое просто прикатать если познакомиться любое привет как дела я вот им не нравишься познакомиться ну любое выражение Не знаю, там, как у кого, но у меня 39 лет. Ощущение, что жизнь только начинается. Чувствую себя ребенком. Какие дети, какая мне семья. Очень интересно в плане ПП. Ты совсем отказалась от алкогольных напитков или иногда. Вот сегодня в 19.00 мы помним, что у нас тема ПП, фастфуд против ПП. В 19.00 сегодня по московскому времени тема фастфуд против ПП. И там мы поговорим обо всем, обещаю. Я затрону и спорт, и как к нему приобщиться. И также полностью все по питанию. У меня брат живет ради детей, ему 29 лет. Так устал. Он жил, она пилит его, детей любит, боится уйти от нее. Но это стандартная схема для кризиса у мужчин, если это связано с семейными отношениями. Мне 33 нет детей и нет мужа. И желание нет заводить семью. Мне одной класс. Пока желания не будет, не буду никого заводить, ни детей, ни семью. Но вы знаете, когда-то говорят, не одной класс, это, видимо, когда-то вас обижали, либо что-то еще, либо вы вышли из тяжелых отношений. Когда человек говорит, что мне одной класс, это значит, это страх вновь быть либо брошенной, либо покинутой, либо опять испытать боли в отношениях. То есть, когда человек успокаивает себя, у меня нет этого, нет этого, но мне одной класс. Это значит, проблема, ну не проблема, это значит, что что-то вас не пускает в новые отношения, и вы не пускаете в свою жизнь мужчину. То есть, вы огораживаетесь от всего, замораживаетесь себя в плане отношений в этой жизни. Но запомните, когда мы огораживаем себя и говорим, когда я захочу, желание просто так не придет. Пока вы не научитесь и не примете то, что было у вас до. Так вы в старых девах можете и остаться, это я вам серьезно говорю. Это первое. А второе, когда вы так отгораживаете от отношений, вы находитесь в состоянии заморозки, и вы не живете, жизнь проходит мимо. Когда мы себе говорим, мне класс одно, и мне все, класс, мне ничего не надо, жизнь проходит мимо. А когда я живу и говорю, если он встретится, я хочу, если у меня появится, я могу, если будет такая возможность, я воспользуюсь, вот тогда жизнь будет идти. А так, когда вы закрываете все выходы и входы, да, вы будете одна просто успокаивать себя. И никто не постучится в вашу дверь, пока вы ее сами не откроете. У кого-то гостевой брак, нам написали. Масло тмина, посмотрите, у меня есть видео на, в ленте. ПП-спорт, это да, круто, но семьи нет. Для чего вы это делаете? Глупо. Мне 35 лет, дети, подростки, чувствую себя наравне с ними, молодой. Да, я развелась в 23 года и поняла, свобода – это хорошо, мне 42. Бывает и такое, это первый глоток воздуха, конечно. Бывает и такое, потому что это первый глоток воздуха. Мне 35, я чувствую себя молодушкой. Как же это круто. Вот потому что возраст, он внутри, а не снаружи. Возраст, как мы ощущаем. Я же вам вопрос приготовила, вот что мне интересно. Пожалуйста, сейчас внимательно послушайте и напишите ответ. Просто очень интересно будет зачитывать. Давай сначала я отвечу, я задам вопрос, отвечу, и потом задам его вам, потому что классно. Смотрите, вопрос такой. Какой вы урок вынесли для себя после 30? Какой урок вы вынесли для себя после 30? Я отвечаю на этот вопрос. Я вынесла, что алкоголь – это вред. Много пить алкоголю категорически нельзя. Второе. Женатые мужчины никогда не уйдут от своих жен. И третье я поняла к 30 годам, что оскорбление, выяснение отношений и плохие мысли – это зло, пагубно, и этого делать никогда нельзя. Что вы вынесли после 30 для себя? Все, что угодно. Например, я больше не занимаюсь сексом на первом свидании после 30. Я сотрудникам не завожу на романы на работе. Все, что угодно. Что вы. Урок, что надо слушать сердце, а не народ. Правильно. Нужно заниматься собой, быть в форме. Здравствуйте. Что нужно надеяться только на себя? Ирина пишет. Надо любить себя. За мужчиной бегать нельзя. Надо быть с тем. Ой, отличные пошли ответы. С тем, кто тебя любит. Полностью согласна с тобой. Женской дружбы нет. Терпение и труд дают свои результаты. Ни к чему мысли, обращенные вовне. Ни к чему мысли, обращенные вовне. Муж не такой, работа не такая. Самые правильные... Так, секунду, секунду. Я пытаюсь сейчас... Я так спокойно. Просто у меня белый... Муж не такой. Работа не такая. Самые правильные мысли, обращенные внутрь себя. Самосовершенствуемся и жизнь вокруг наладится. Правильно. Что мужчины не самое главное в моей жизни. Нужно любить себя больше. Что я лучше буду одна, чем с нелюбимым. Я его встречу. Я вышла замуж в 21, развелась в 22 года. Есть одна дочка. Ей 5 лет. Если плохой муж, то надо его удалять. Надо жить для себя и любить себя. Говорила мама. Одевайся теплее. Здоровье. Залог всего я была так наивна, считая, что мудра до 30. Не даю в долг деньги. После 30 лет я перестала пилить мужчин. Огненно! Это крутая вообще заявка на победу. Слушать себя, не советы окружающих. Им все равно заботиться о здоровье. Быть добрее. Мысли материальные. Нужно жить своей жизнью, а не так, как говорят родители. Девочка придет. Привет. Сколько так? Мужиков нет хороших. Надо любить себя. Я поняла, что нужно обращать внимание не на сплетни и знать себе цену. Ой, у меня ладошка чешется к денежкам. И по кармашечкам. Ой, по кармашечкам. Если ладошка счесалась. Так, дальше. Не доверять мужчинам полностью. Я поняла, что не на кого надеяться. Нельзя или ждать от кого-то помощи. Только сама. Любимая со всем справится. Доброе утро. Сашенька, доброе утро. Если он женат и живет по привычке, боюсь поменять, то почему бы и нет. Не ставить мужика выше себя. Мне 25. Ну, точно знаю, что всегда нужно самореализовываться. Верно. Что главное в жизни – это здоровье. Что надежных друзей и подруг не бывает. Представляете, сколько вы мне написали. Сколько много моментов вы для себя вынесли. Это же очень круто. То есть, настолько это приятно для самой себя. Я не зря задала этот вопрос, что вы понимали. Тот, кто даже сейчас может быть доволен своей жизнью. А кто-то, может быть, сейчас вот именно в этом кризисе находится. И думает, что выхода нет. А выход есть всегда. Ну, потому что выход, он… Знаете, нет выхода только из гроба. Сейчас то, что вы написали, почитайте это вновь. Я зачитала вам уже львиную долю всех сообщений. Они до сих пор продолжают у нас идти. Как приятно, когда мы все вместе, когда мы можем себе, любимой, сказать, что я вынесла этот урок. И я уже что-то сделала. Что-то сделала такое положительное для самой себя. Что-то сделала такое, что меня заставляет двигаться дальше. Потому что жизнь длинная. У вас там еще и кризисы, и проблемы. И все будет. Это здорово, что сегодня вы можете сказать себе, что я вынесла урок. Любить себя, быть любимой, заботиться о своем здоровье. Не ставить мужчин выше себя. Подруг, друзей нет. Это каждому там свое. Но, в общем, главное – здоровье, любовь. И главное, конечно же, вы. У нас заканчивается время. Я благодарю вас за беседу. Дискуссия у нас развернулась сегодня обширная. Много сегодня я увидела людей, которые живут и счастливо, и люди, которые пытаются что-то поменять в своей жизни. Если вы пытаетесь что-то поменять в своей жизни, конечно, я жду вас у себя на курсе «Перепиши жизнь». Именно этим мы как раз занимаемся. Мы вводим девочек из депрессии, мы вводим девочек из этого состояния. Потому что если вы пытались сами, у вас не получилось, то лучше, конечно, начать с саморазвития, познавания себя и изменения себя на ментальном уровне. А я вас обнимаю. Целую. Хорошего дня. И у всех, у кого намечаются какие-то серьезные дела, пусть все сбудется, и все пройдет хорошо. С вами была Александра Харитонова. Люблю.